Непарный шелкопряд – вредитель, уничтожающий лиственные деревья. Борьбу с листогрызами начинают еще весной. В лаборатории филиала Центра защиты леса сотрудники проверяют перезимовавших особей для того, чтобы понимать, где вредитель может распространиться на соседней территории и нанести максимальный ущерб лесу. На конец года, на эту весну, на территории Новосибирской области числилось, по нашим сведениям, больше 120 тысяч гектар леса, заселенный непарным шелкопрядом. Ежегодно мы выезжаем на эти очаги, берем образцы из-за кладок вредителя, мы прекрасно уже знаем, где он сидит, границы установлены, установлены места, где он живет. В лаборатории поступают к кладке зереев, из них мы отбираем 100 штук, закладываем в чашку Петри и, так сказать, на выход гусеницы, смотрим жизнеспособность. По результатам этих исследований мы определяем процент повреждения насаждений. Вот такие маленькие гусеницы могут лишить человека урожая. В первую очередь страдают деревья яблони и шиповника. Шелкопряд непарный может распространяться на большие расстояния. За счет того, что гусеницы, которые отрождаются, они очень маленькие, и благодаря этому могут перемещаться на большие расстояния ветром, до километра. Зачастую в тех населенных пунктах, при усадебных хозяйствах, которые примыкают к насаждениям, его могут наблюдать. То есть он помимо того, что лес объедает, он еще доставляет большие неудобства простым жителям нашим сельским. Основные мероприятия по его уничтожению, они будут намечены в Татарском районе, Устарском районе, Карасупском районе Новосибирской области, Купинском и Чистоозерном, и его численность на текущий момент, она наибольшая. Увидеть массовое и стремительное размножение шелкопряда очень просто. Гусеницы оголяют деревья и скелетируют листья. В случае заражения дачникам рекомендуется обрабатывать деревья. Эксперты отмечают, что делать это нужно в перчатках. Шелкопряд вызывает сильную аллергическую реакцию.